шалом шалом шаббат шалом сегодня тема утренники душ этот урок можно было бы не делать потому что минимальный утренники душ он состоит из брахи на вино всего лишь или на сок виноградный или даже на любой другой напиток ну кроме воды когда принято пить в данном месте как бы так но все-таки мы решили до удивить внимание этой теме и неслучайно этот кедуша называется на языке мудрецов кедуша раба кедуша раба большой кедуш он зале большой кедуш специально чтобы люди не пренебрегали им кроме этого у меня есть личные такие сантиметры сантиметры к этому мероприятию диному кедушу у нас вообще там где живу из такая община и вот атмосферка то там происходит на дневной кедуш это просто невозможно передать после молитвы накрывается большие столы сид рэби и полная тишина такая ситуация что такое ощущение что разговору вообще ни к чему не чем любой разговор лично все тихо и рэби встает делает кедуш том что также тихо тоже пьют потом рэби сам поет потом говорит диверет ура что интересно все время диверет ура как-то на тему на которую я думал уже на этой неделе и эти эта тема вдруг она снова всплывает на на кедуш и рэби про это говорит все время получает новые ответы на свои вопросы вот очень примечательно и интересно потом все поют и атмосфера очень-очень такая возвышенная ну искать и запирать потому вам придется в гости приехать самим убедиться сколько это здорово при этом приедете пишите на толдо точка ру на точно времени когда собираетесь нам ехать в гости и мы переходим диному кедушу кстати и душ он минимальным сказали буквально то может один посуд потом есть разные добавки это добавляется к этому но надо ли что сама трапеза дневная трапеза она считается важнее чем трапеза вечерняя вот дневная шабадная трапеза или утренняя зависимости когда человек возвращается синагоги и трапеза считается основной трапезой шаббат и мы сидим до отдыхаем вкушаем называется он ник шаббис он ник шаббис этот он ник шаббис которые на еде его нельзя отменять даже если человека нету на что сделать кедуш вот такая ситуация нет допустим не вина не сока не кофе нет ни пива не это не водки нету даже хлеба нету такое может быть может быть то тогда можно конечно подождать вдруг придет или ауна витами сама принесет но долго ждать не стоит можно начать просто есть делать трапезу да то есть кушать то что есть потому что это он ник шаббис это не связано с кедушем потом если до появится на что сделать кедуш то можно потом сказать кедуш вечером то есть пока человек не шел спать не пошел спать появится вдруг вино даже на конец трапезу закончила уже то можно сказать еще раз барахун и вино сайте душ детскую минимальную трапезу чтобы ликадыш и то же самое днем если вдруг появится у него на что делать кедуш тоже можете дня сделать кедуш но сама трапеза это он их шаббис это отдельная митва и есть такое выражение говорите ба шаббат ба минуха ба шаббат ба минуха ба шаббат ба минуха наступил шаббат пришел спокойствие минуха на ну отдыхать ба шаббат ба минуха шаббат называется ми-эйн у лама ба мин у лама ба и тело дыхает и душа дыхает да такое состояние немножко такое расслабленное минуха ба шаббат ба минуха и что примечательно за это вот за это отдых мы получаем награду сахар надо это понятие то что это как бы отпуск который нам оплачивают если только понятие оплачиваем отпуск человек выходит на отпуск ему это оплачивают это не так это вот сама вот само сам отдых это и есть как бы вид работы как будто нам то что то что чек отдыхает шаббат это это есть митвады который получает сахар и сахар и в этом мире будущем мире это что-то очень интересное то есть как бы сказать оля миллион олям оба как будто немножко напоминают нам грядущий мир шаббат ми-эйн у лама ба то есть че как бы при приподнимает занавесу у лама ба шаббат из этого получает награду в грядущем мире в этом мире что-то поразительное как буду последовать не соблюдать я просто затроняюсь понять как люди шватились для теста кили знаете сегодня соблюдают непонятно это возможно такая только подарок что называется подарок так называется жевать это подарок машином подарок давайте перейдем потихоньку к тексту посмотрим на на тексты утреннего кедуша напомним что до кедуша мы не едим после молитвы до молитвы можно что-то там перекусить попить ну перекусить это конечно проблема но попить можно там по крайней мере воду можно попить чтобы были силы молиться а вот после молитвы после молитвы надо сразу делать кедуш как вечером так как и утром видите написано кедуш льема шаббат и мы скажем что минимальный кедуш это браха на вино берется стакан в правую руку если есть другие люди слушают мужчины говорят саври маранан варабанан варабутай да слушайте господа и говорится браха на вино которое мы уже знаем бару хата ашеме лакена мелеха олям боре приа гофен и можно садиться пить вино это и есть кедуш минимальный потом в следующей стадии это уже на тела седаем но как правило почти все добавляют еще псуким к барахе на вино для того чтобы было заметно что это не просто бараха на вино а что это именно кедуш если мы эти псуким не добавляем надо иметь ввиду что мы не просто делаем барху на вино мы делаем барху на вино имеем ввиду ли кадеш йома шаббат это кедуш дарабанан то есть по торе по торе нужно выделить субботний день как мы его выделяем делаем кедуш вечером зашел шаббат делали кедуш вечерний кедуш то есть мы уже шаббат уже выделили утром это продолжение шаббата мудрецы поставили что даже и днем надо делать еще раз кедуш чтобы еще раз напомнить нам что это день особенный итак мы сказали бараху на вино имеем ввиду что это бараха не просто бараха это бараха имеется ввиду кедуш и как правило добавляется еще псуки давайте посмотрим что же добавляется к барахе на вино вот сейчас появятся следующие строчки у меня тут написано существуют разные традиции в отношении суким которые произносятся перед благословением это написано у меня в подготовке к уроку и как раз тут такой курьез произошел что я подготовил слайд слайд и там было написано кедуш другой традиции я когда читал непонятно написано потом мы поменяли слайд так что вы не пугайтесь я допустим услышите кого-то другого кто делает кедуш по-другому просто он исфради ашкенази и таймане есть много разных ворухашем евреев с разных точек всего земного шара но мы попробуем посмотреть кедуш как бы то что принято ашкенази и тоже нусах сфарт значит там такой текст идет берут сапсукин написано так до барахина вино за хор и съема шаббат ли качо помни день шаббат ней в святости его за хор тема шаббат ли качо сейчас я мим-то вот в оси-со коль малахтейха шесть дней работой это смехут сажит амин 66 через я минута вот работой в оси-то и делай носит это время прошедшее нового в это переворачивать мы учили и ты будешь делать или делай все свои дела работу свою йомашви шаббат лошем и мышь вышибать лошем на шеме локрик а чем бога твоего и в этот день лота с и не делай коль малаха тыс не делал никакую работу не будет работы не делай а ата у венха и ты и сын твой венха бен шельха венха у витеха и дочь твоя авдыха раб твой слуга твой вааматха и рабыня твоя у вимтеха и скот твой шаббат нельзя тоже использовать скотину в гирха ашер без шариха и пришелец который находится у тебя шариха как бы врата твои которые во вратах твоих гирха ашер без шариха почему это так почему нельзя работать ки шешес ямим опять шесть дней ки шешес ямим асса ашем эсса шамайм вейсарец делал ашем небеса и землю шамайм варец эсс ям вес кола шербам и море и все что в них и в море и на земле и на небесах кола шербам все что в них бам бам это в них бам баянах байом ашви я отдыхал седьмой день иногда говорится более краткий вариант начинается просто со слова ки видите вот это вот строчка которая более крупно написано 3 снизу ки шешес ямим да так вот многие начинают просто берут бокалы вина в руку и говорят сразу ки шешес ями и массаж и мы саша майве ссоро цис ям вес кола шербам ваян ах байой машви алькен и дальше алькен это продолжение алькен бираха сшим изъема шаббас викачеву поэтому благословил бог день субботний и осветил его из роник ты просто начинает время отсюда начинает от слова алькен алькен бираха сшим изъема шаббас викачеву и потом обязательно бараха на вино барханов это главное главное забыть хоть барху на вино вот теперь есть еще более расширенные вариантки душа давайте посмотрим дальше следующий следующую картинку вот это опять-таки псу ким это уже это уже пророк ровки сая я там говорится так тоже это считается как бы еще до еще до отрыв который мы видели до этого говорится так им ташив еще оба сраглех а асос хавцеха бьем качи ну им уже знаем если если ты как бы буквально удержишь в шаббат ногу свою то есть отвернешь ногу свою отдел твоих имеется ввиду если воздержишься удержишься воздержишься им ташив мишаббат роглех а асос хавцеха бьем качи то есть от шаббата ногу свою как бы на шаббат не наступай Своими грязными рабочими ботинками на шаббат не наступай. Имеется в виду, асот хавцеха боем качи. То есть не делай свое желание в святой день. Хавцеха, то, что ты хочешь делать, будь не имеет нужды, не делай в мой святой день. А что надо делать? Вакарателя шаббат онек. А назовешь шаббат онек. Онек это такое наслаждение блаженства. То есть назови шаббат онек. Не просто назови, а веди себя соответственно. Опять-таки, мы как бы в шаббат отдыхаем просто, чтобы для себя кайфуем. А мы делаем это для того, потому что онек так хочет. Это онек шаббас, это онек тоже для онек. Мы почитаем шаббат ради онек. Это митцва. То есть ты уважишь шаббат, как можно уважить шаббат тем, что мы не будем делать наши дела. Наши дороги наши будничные, мы от них в сторону отойдем. Мимццо хавцеха ведабер давар. То есть мы не будем искать как бы мимццо. Мимццо это находить, да? Мимццо лимццо находить. То есть мы как бы отвернемся от поиска и от нахождения наших интересов. Еще раз, мы будем шаббат почитать. То есть почитай шаббат. Не занимайся делами своими и не отыскивай дела, которые ты бы хотел делать в будние дни, которые делают в твоих интересах. То есть и даже про это даже не говори ни слова. Сказано ведабер давар. Не говори про будничные дела. Кстати, я вам скажу, что вот эта вот проблема, говорить будничные вещи шаббата, это самая проблема распространенная, которая есть. То, что бару хаши многие шаббат соблюдают, но почему-то вот от этого очень трудно удержаться. То, чтобы говорить в шаббат на будничные темы, это почему-то очень трудно. Многим я смотрю и как бы считают, что это нормально, ну как бы это льоли маасе, можно поболтать, поговорить о обычных делах. Но написано, что надо стараться в шаббат про будние разные дела не говорить. Есть много как бы более воздушных тем, в которые в шаббат можно подумать и даже обсудить и поговорить. И вот это все начинается с отрывка им. То есть если ты это будешь делать, тогда что будут награды дальше, мы продолжаем дальше. Аз, аз, если тогда, да, им это условие, если будешь так делать, аз, тогда тит анык. Так вот тогда ты на самом деле почувствуешь, что такое настоящее онык шаббас. То есть схема такая, мы делаем какие-то усилия, которые от нас зависят, то есть мы пытаемся в шаббат не говорить на будничные темы, мы не делаем наши дела в шаббат. Если мы устоим в этом и сможем это сделать, вот тогда у нас есть шанс почувствовать настоящее онык гашем. Аз, дит анаг аляшем. Еще раз слышать слово онык, видите, а потом оно выделено. Тит анаг аляшем. Верковтиха альбамасей арец. Тогда Шемте обещает, я возведу тебя на высоту земли. Верковтиха или аркив. Рехов, как бы, да, как бы, трудно это, как бы, дослонно понять. Он поставит себя альбаматей арец. Просто слово бама, это как бы, это что такое возвышение, какое-то возвышение. Сейчас называют, сцена называется бама. Но бама это также и алтарь, как бы, мизбех, жертвенник бама. То есть баматей арец. Это высокое место, возвышенное место. Реховтиха альбаматей арец. Вяхальтиха нахалас яаков авиха. Ахальтиха. Или аахил это кормить. Аахальтиха. Я накормлю тебя, насыщу тебя от нахалас яаков авиха. От наследия, которое яаков унаследовал. Это имеется в виду Эртисраэль. Кипи ашем дибер. Потому что так изрекли уста ашема. Все понятно. Ашем хочет, чтобы мы с вас соблюдали. Был онек в шаббат. Если мы будем это делать, то будет награда. Будем наслаждаться и ашемом, и землей, которую нам ашем дал. Это еще один отрывок, который говорится в Кидуше днем до Брахи на вино. Есть еще отрывки. И не один. Есть много-много отрывков. Это очень длинная. Есть такие седуры, где просто листаешь. Это все начало. Кидуше раба. И пошел. Песенки. Только потом. Только потом. Даро здесь так. Даро в этом седуре. Хотя, а то седуре такой, как бы, спереданно русский. Даже здесь Кидуше раба начинается. И пока доходит дело до вина, просходит тут, видите, надо много-много полистать и почитать. Но у некоторых нет терпения. После молитвы в шаббатне уже хочется наконец-то все это попить и покушать. Поэтому есть очень разные варианты. Есть очень короткие душ, буквально только на вино, а есть очень длинные. Все зависит от традиции, как у кого сложилось в общине, так называется, массорот. Как передавалось из поколения в поколение. Это вкратце Кидуше дневной. После этого можно уже сказать, лето ля даем, на теле садаем, на теле имя даем. И берем хлеб и делаем эмоции. Опять-таки, если нету напитков, то сразу говорится Кидуш на хлеб. Просто вместо брахи на вино, бурю пирогефин, мы говорим о муцелехами на арец и кушаем хлеб. Еще замечу важный момент, что очень часто бывает, что человек уже сделал Кидуш в синагоге. И потом приходит домой и снова делает Кидуш. Вопрос, как это возможно? Ведь он уже сказал браху. Сказал, допустим, вечером, в шаббат, Кидуш это настоящая браха. История. И получается, что он говорит два раза браху. Как такое может быть? Дело в том, что он говорит два раза браху не для себя, а для кого-то другого. То есть, на самом деле, если человек уже сделал Кидуш в синагоге, то нет причины больше дома еще раз делать Кидуш. Он уже сделал Кидуш, сделал там трапезу, допустим, в синагоге. Все. Он может придти домой и дальше кушать уже без Кидуша. Но если дома его ждут домочадцы, жена, дети, друзья, которые не слышали Кидуша, то тогда делается еще раз Кидуш, и он делает Кидуш для них. Есть такое правило, что Все ибреи, весь народ Израиля, они Ну, не гарант одно другого, как вревние гаранты, а они как бы все связаны. Мы учили слово быть вместе. Все ибреи вместе. Поэтому если кто-то не сделал Кидуш, то как будто это часть меня не сделала Кидуша. Как бы вся одна большая душа. Поэтому евреям должен быть больно, когда кто-то другой еврея не соблюдает, это как будто часть меня не соблюдает Шаббат. И поэтому вот из таких явлений, что там некоторые евреи кричат шабусь, шабусь, да, ему больно, что другой еврей, часть его, он не соблюдает шаббат. И поэтому, если другой не сделал кедуш, то есть как будто часть меня не сделал кедуш, я могу сделать кедуш даже для него. Еще раз сказать, барху это не барха лебатала. Ну, вот вкратце, то, что называется, правило дневного кедуша. Я всем желаю оннег шаббес. Спасибо за внимание. И нас ожидает вечером Авдала. Зараташем следующий рок будет на тему Авдала. Нисходя шаббата. Спасибо, всего хорошего. Шаббат чалам. Субтитры создавал DimaTorzok